может вопрос большой вопрос такой революции во свете библии вот дело в том что я живу в греции и в греции вот сейчас празднуют 200 лет освобождение греции от турков и это была революция революция не такая как у нас вы знаете да а революция была за веру и за отечество как православное не знаю там воевали многие даже батюшки брали оружие в руки и воевали и вот как это все рассмотреть его во свете библии как относиться к этим героям героем революции даже света батюшки и вот их даже там некоторые святые есть которые вот брали оружие и воевали например вы говорите святые батюшки брали в руки оружие кого вы знаете назовите по именам это враждебная пропаганда это говорила с колокольни стреляли никто не назовет ни одного имени священников убивали ни у которого оружия не было ни одного так что эти слова стереть на остальное понятно господь допустил не учили народ не знали почему в революции не участвовали никакие молока не не баптиста они уже были ни одного при том нет революцию это делали православные а православных то учил храмы православные батюшки епископы полковые были священники вот теперь и получили все я знаю раскаившийся по-настоящему только один спиридон кисляков об этом написано как и людей отправлял на фронт благословлял и что это было убийцы и по иначе на это смотреть нельзя вот и все здесь в этом ну то есть я не про русскую революцию говорю не про советскую а про греческую до хоть какая там как бы там же коммунисты не пришли к власти разницы нет а кто пришел к власти то революции верующие не делают они молятся если революции делали это сыны дьявола о сынах дьявола разговаривать не надо им гореть в аду синим пламенем ну то есть вот так на то есть даже если вот это был ну как я просто слышала многое что вы говорите так фразами и что вот они все пошли под нож то есть вот и были есть такой там папа все революции до одной он был батюшка монах и он взял оружие он там пришел они даже освещали оружие в церкви чтобы против турков бороться ведь турки это же мусульмане они там их мучили они детей там они как крабы были они их там так вы вопрос не задаете экономически психологически понимаете вы вопрос не задаете елена вы учите а этого делать вам не надо вопрос задается в нескольких словах я на это ответил все до единой революции которые насильственно что-то делает свергает а дьявола иисус прямо скажет ваш отец дьявол ибо он человека убийца революции без убийства не бывает турки то другое там больше свобода чем в россии было ну и что завоевали куда все пошло нахватали а теперь до байкала китай все это сегодня завтра отнимет люди бога то не знали попали когда в плен в японию а там епископ 1 русский был николай сакасаткин он среди там 10 тысяч не нашел ни одного верующего курят матеряться евангелия считать не могут он отчет дал про это ему увидели какие это были люди ян кронштадтский узнал что отступили где его в этих в окопах бросили иконы оставили до кон и упрекал за это это разговаривать не о чем я вам просто говорю где учили евангелию ни один не участвовал революции все тут непонятно то люди находились во тьме где бы они ни были результат один смерть а взявший меч от меча погибнет ведет в ту ленца в плен сам пойдет в плен у нас же евангелие священное писание в руках враг голоде накорми его если кесарь платите налоги кому оброк оброк а ведь что говорят братство свобода равенство масонские лозунги взяли то они там белая были еще не добились ответа уже красный террор пошел стреляли в ульянова владимира по повло у них 500 заложников было и всех расстреляли невинных людей совершенно невинных тут и разговаривают о женящем все это было от дьявола от сатаны убийцы я вам рассказывал про это был царь маврикий в греции хороший милостивый облегчал жизнь людей и вдруг в одном полку полковник фока фока поднял восстание воины его поддержали и он захватил дворец и казнил этого доброго маврикия жену его и детей что сделал владимир ульянов то же самое девушки были всех казнили это уже революция на крови но и такой режим устроил как советская власть ежовшина каждую ночь воронки забирают расстреливают 66 миллионов людей лишились внутри государства вторая мировая война столько не принесла и один праведник молился пустыне это профессор карташов пишет господи зачем ты почему дал такого господь говорит по вашим делам я долго искал какого правителя вам дать но хуже не нашел по нашим делам он дал такие кто там дзержинский керенский все эти которые там были вот они теперь за начали здесь воевать дал бы хуже не нашлось а ты впредь не искушай господа и не вопрошай вот господь его и осадил мы же должны понимать а то говорят а вот такой то был ушел там за границу ну хорошо савенков борис обманули завеликли что жил он нет и жил троцкий за границу ушел ну и что спрятался нет и там его ледоруб нашел революция поглощая всех поражать вся ленинская гвардия была казнена никого нет никто не знаю что с такой-то там скворцовы все пошли под нож а другого не надо было ожидать а два брата вот они передаем передавали они организовали детские дома приюта приз при царской власти огромные корпуса всех беспризорных принимали и они специальные говорит было постановление чтобы никто туда не ходил и не трогали пальцем их а новая власть пришла новая то власть тоже на рассмотрела с кем жить им дальше белые офицеры были взяли расстреляли вот смотришь сейчас фильм кронштадт показывает кто он там был вот расстреляли все не надо поддерживать надо молиться и жить тихо и мирно безмятежную жизнь проводить а революция это мятеж ну вот сделали революции как майдан на украине что там лучше стало хуже лучше чем при януковище сколько людей погибло крым потеряли весь низ обрубили им под брюши и все какая там донецкой области еще не это не дает кроме беды и новые трупы все понятно ну то есть был другой выход вот можно было как я считала где-то поисий святогорец писал что не знаю как освободятся греки надо наверное проповедовать турку туркам да не надо было идти проповедовать туркам да как бы они все еще мучаются что россия объявит войну турции стамбул возьмет переименует его в константинополь и отдадут грекам но добавляют но греки воевать не будут будут русские воевать и русских убивать но там их какая-то малолетние дебилы навоевались где порт артур где польша где финляндия все это было в российском государстве все хватали и хватали пока не подавились все отливали пули завода работали эти пули прошлись через его дочерей штыки изготавливали штыками кололи их один человек предупреждал только об этом григорий пимович распутин и одного не могли спасти отослал куда-нибудь в маврикию на мальтийские острова и все так вопросы еще есть